Я мечтала в Америке, потому что мне казалось, что это нереально, что это никогда в моей жизни не случится, но это случилось. И за прошлый год я аж пять раз была в Америке, пять или шесть, я уже сбилась со счёт. С нашим клубом все ваши мечты сбудутся. Я могу вам просто это обещать точно, если вы всё сделаете так, как мы говорим, как мы советуем. И, конечно, вот этот вопрос, если бы вы действительно могли с нами путешествовать дешевле, если бы вы могли с нами бесплатно путешествовать, если бы вы могли с нами зарабатывать деньги, но неужели бы кто-нибудь из вас от этого отказался? Я абсолютно уверена, что вы скажете нет, потому что отказаться от такого предложения очень трудно, оно очень соблазнительно. Итак, представляем вам первый и единственный в мире туристический круизный клуб. Вы знаете, вообще вот эта система клубная, она тоже не с нуля, да, пришла Майклу в голову. Дело в том, что каждая круизная линия, она имеет как бы свой клуб, значит, и свое тоже членство. А Казбек, у тебя, по-моему, микрофончик включен, да, выключи, пожалуйста. Вот, и просто Майкл решил объединить, понимаете, все круизные линии, чтобы они не конкурировали друг с другом, чтобы они дружили, чтобы они могли именно взаимодействовать. И вот мы, члены клуба, мы можем покупать путешествия в любой круизной линии. Карнивал, значит, Принцесс, МСС или МСЧ, как по-итальянски, там, Дисней, Норвежин. Новые круизные линии все больше и больше появляются, и они все к нам тоже все больше и больше их присоединяются, потому что вот такая вот огромная, значит, возможность у наших партнеров есть. Далее, мы являемся с вами членом ассоциации КЛИА. Кто не знает, наберите, пожалуйста, уважаемый гостик, поисковики, что такое КЛИА. И наши члены клуба находятся уже даже не в 170, а в 180 странах мира. Я считаю, что это просто очень круто, и мы можем с вами бронировать круизы по всему миру. Вот такие вот у нас возможности у наших членов клуба. Почему люди, может быть, скажут, а давайте отели, а давайте еще что-то, да, самолеты? Нет, друзья, мы занимаемся самым лучшим в мире видом туризма, самым действительно элитным, самым престижным, самым эксклюзивным, но мы даем возможность именно это сделать людям по доступным ценам. И заходить в бизнес надо, когда он только зарождается. На самом деле 3, 5, 10 процентов людей только знает, что такое круизные путешествия. Поэтому в самом начале с вами вот развитие, да, такой огромной отрасли, это очень круто. Поэтому мы занимаемся тем, что действительно приносит деньги, что действительно... Ну, представьте, если бы вы занимались отелями. Приехали вы в отель, а он вам не понравился. Вот здесь это исключено, да, и мы знаем точно, что если наши клиенты поехали на круизный лайнер, то им там все понравится, они будут обязательно в восторге, они будут довольны каютами, они будут довольны обслуживанием, они будут всем довольны. Поэтому зачем заниматься тем, что принесет какие-то проблемы? Итак, с Сен-Крузос вы действительно сможете и бизнес построить, и путешествовать, и бесплатно, и со скидками. Давайте посмотрим, какова же система. Система членства в клубе. Вот смотрите, да, вы оплачиваете или вносите на свой счет всего-навсего 100 долларов. Ну, согласитесь, что если вы путешествуете за рубеж, или вы хотите путешествовать за рубеж, то внести на всю семью, значит, как бы взнос в размере 100 долларов, ну, это просто чашка кофе, наверное, в день, да, или несколько поездок на метро или на транспорте. Это точно доступная цена для семьи. Если в двойной работают 50 долларов, то вносите на ваши 100 долларов, получаете 200. На следующий месяц вы опять оплачиваете свой счет, который придет именно в этот день. Как вы видите, у вас там 400, на следующий месяц, на следующий месяц я имею в виду через месяц, через месяц, через 800, через тысячи тысячи, вы, конечно, уже сможете заказывать круизы 5-6 месяцев. Что вы делаете, чтобы забронировать круиз? Вы заходите в нашу банку, как это, наверное, выглядит, и выбираете направление, огромное количество по всему миру. Выбираете 10 тысяч, не за тот, который вам действительно, в который вы хотите поехать. Не туда, куда компания вас повезла, да, и откупила там, допустим, какой-то круиз, а куда вы хотите поехать. Мы с самыми близкими, с самыми людьми, да, и таким образом сами выбираете направление и едете туда, куда вам хочется, а не туда, куда пошлет вас компания. Какая же у нас программа лояльности? Ну, на самом деле, это очень классно, то, что у нас появилась такая возможность, потому что, когда мы начинали, у нас были другие условия. У нас с вами было 30 круизов всего, друзья. Не у нас с вами, а у нас из компании. 30 круизов, а сейчас 5 тысяч. Вы представляете, какая колоссальная возможность появилась у наших партнеров, у наших членов клуба. выбора, то есть огромный, просто нескончаемый выбор из 5 тысяч вариантов. И, конечно же, компания предложила такой интересный вариант, как система лояльности. То есть первый год она понимает, что вы новичок, что вы еще не постоянный клиент, и она совсем не собирается отдавать вам сразу все деньги, которые у вас уже приумножились. Поэтому она как бы наблюдает за вами. Первый год она дает вам, возможно, 60%, второй год 70%, третий 80%, четвертый 90%. И на пятый год вы можете забирать все те круизные доллары, которые у вас увеличились, и уже, как говорится, путешествовать, начиная с 5-го года, начиная с 45-го месяца, уже действительно вот со скидкой, скажем, в 50%. Как же поехать в круиз бесплатно? Ну, многие, конечно, первое, что говорят, бесплатный сыр только в Мушеловке. Конечно, это не совсем бесплатно. Во-первых, вам нужно стать партнером. Чтобы стать партнером, нужно оплатить целых 195 долларов в первый год и 95, начиная со второго года. Это все равно тоже очень доступная сумма для многих людей, которые хотят начать свой бизнес. Это сумма абсолютно подъемная. Дальше вам нужно пригласить целых 5 человек. И когда людям рассказываешь презентацию, особенно это, если люди знакомые уже с MLM-индустрией, они спрашивают, а 5 человек в месяц нужно пригласить? Мы говорим, нет, это всего. Вы приглашаете всего 5 человек, и, собственно, вы будете путешествовать всегда вместе с вашей семьей абсолютно бесплатно. Вот что такое поехать в этом круизе бесплатно. Далее. Ну, следующий шаг, конечно, разобраться в бизнесе, посмотреть маркетинг-план. Ребята, у нас такой интересный маркетинг-план. У нас маркетинг-план вообще не обрезается. То есть каждый человек, который в вашей команде, который пришел благодаря вам, значит, там, благодаря вашей первой линии или благодаря вашей десятой линии, каждый человек будет учтен, да, и практически с каждого вы получите определенный процент. Это очень классно. Вы можете работать до самой глубины, и вам это будет выгодно. Поэтому маркетинг-план – это очень важная часть в бизнесе. Лидерские ранги. Ну, давайте посмотрим, что же это за ранги. Я, например, сразу вставила таблицу. Конечно же, о чем была моя мечта стать маркетинг-директором, чтобы заработать свои первые 5 долларов, потому что на тот момент у нас было очень тяжелое положение, и у меня даже не было не то, что 500, у меня на вход денег не было, у меня не было 195 плюс 100. Я собирала это с двух карточек, причем с кредитных. И моя мечта, что я стану маркетинг-директором, что я заработаю первые 500 долларов, она сбылась через 4,5 месяца. Конечно, есть у нас потрясающие лидеры, которые это делают за один месяц, но мне удалось за 1,5 месяца. Потом просто какой-то взрыв. Мы поехали в круиз, мы встретились с Майклом, мы с ним познакомились, мы с ним познакомились, мы с ним познакомились. Действительно, мы из этого круиза вообще просто веры в эту компанию, в этот маркетинг, в президента. И, конечно, у нас просто пошел взрыв, и дальше, конечно, все это пошло намного быстрее. И сейчас, смотри, фотографию наших... О, стоп, секундочку. Это тайна. Сейчас, секунду. Где у нас наши бурдиректора? Так, куда-то делась фотография. Вот они. У нас, когда наш бизнес, ну, не наш, а бизнес разделился на две части. Да, у вас есть испаноязычная команда и русскоязычная команда, есть англоязычная команда. Но вот самые мощные команды – это испаноязычная и русскоязычная. И вот так интересно получилось, что в русскоязычной команде одни женщины на 6 человек, в испаноязычной – одни мужчины. Вот это... Я сейчас чуть-чуть вернусь назад. И, конечно, сейчас я вам представлю виновника нашего мероприятия, виновника того, ну, как говорят в России, виновника торжества. Это тот человек, который это все сделал, который это все сделал, сделал замечательно. Друзья, торжества, ура, где ваши возгласы? Оль, секундочку, сейчас я Майкла найду в списке и приглашу его. Сейчас, секундочку. Вы сейчас увидите нашего президента, и он расскажет вам, как это все у него зародилось, как он это придумал, эту гениальную идею, которая просто поменялась жизнь. Тысячи-тысяч людей, десятки тысяч, да. Такая вот у нас сегодня презентация крутая. Итак, Майкл Хальчетсон. Секундочку, секундочку. Майкл заходит. Пока продолжайте настраивать людей. Не-не-не, мы, у нас будет такая пауза зайти. Давайте-давайте. Мы ждем. Мы просто боимся дышать, потому что сейчас перед нами сам создатель выступит и расскажет. Вы знаете, да, я немножко тогда историю расскажу, пока Майкл заходит. Сколько-то там больше 25 лет назад у меня была туристическая компания. Я шла по улице в городе Архангельске и думала, как же ее назвать, как же ее назвать. Я чутьем понимала, что нужно как-то очень круто назвать. И я вдруг вспомнила, что есть такое классное слово круиз. И я думаю, о, классное слово круиз. Когда я пошла регистрировать, значит, компанию, то тогда нельзя было две компании с одним названием. Сейчас можно у нас в России, тогда нельзя. Мне говорят, такое есть, надо что-то добавить. Ну, я добавила Арх круиз, то есть Архангельск круиз. И вот представляете, то есть я это запрограммировала задолго, за 25 лет до того, как в моей жизни появился Инкрузис. Поэтому наверняка мы с вами приходим в этот мир, и мы уже знаем, что с нами произойдет. Мы все почувствуем, да, что у нас какая-то другая должна быть жизнь, что мы какой-то необычной жизнью должны прожить. Вот Майкл к нам заходит, и он уже зашел. Майкл, привет! Майкл качественный. Привет, привет, Майкл, очень рады тебя видеть. Да, очень рады видеть. У нас... Сейчас Майкл настроит свой звук. Ольга, вы не против, если мы презентацию закроем, раскроем наше видео? Да, конечно, да, 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 конечно, естественно, я просто забуду, да. Опля, сейчас мы сделаем так, секундочку. Давайте дождемся, пока Майкл настроит. Вот, и еще, знаете, что самый интересный какой момент был? Однажды, когда мы только познакомились с Майклом, он где-то в какой-то встрече, он берет и озвучивает, ну, просто у меня был шок. Он сказал, я 25 лет шел к этой идее, я 25 лет ее вынашивала, я смотрю так, а я 25 лет назад, кстати, на часах 19.19 у меня, вот, значит, ну, такое серебряное число, я его называю, да, вот, правду говорю, 100%, а я сижу и думаю, боже, а я 25 лет назад как раз вынашивала идею, и как раз, значит, родилась у меня тоже компания круизная. Вот, поэтому, поэтому, так, где у нас Майкл? Вот таких очень у нас историй всяких разных, когда мы встречаемся, мы это все вспоминаем, вот, и возможно, у нас будет скоро тоже путешествие совместное, по которому очень соскучились, потому что раньше мы регулярно встречались с Майклом на кораблях, потом мы стали встречаться на земле, вот, а сейчас для лидеров компания готовит тоже встречу на корабле, но посмотрим, какая будет ситуация. В общем-то, мы к любой ситуации готовы, да? Так, что там у нас у Майкла со связью? Сейчас, сейчас, секундочку. Ага, Казбек, запись делаете, да, делает, делает. Да, 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 да. Спасибо, Марина. Очень приятно. Так. Что у него не получается? Видео включается. А, вообще вылетел, да? Ну, хорошо, продолжаем, да? Значит, мы продолжаем. Я немножечко тогда расскажу о своей первой встрече с Майклом. Я думаю, будет вам интересно. Я до сих пор этот момент помню. Значит, я иду по коридору и думаю, вот сейчас мы встретимся с Майклом. Мы заходим, скромненькие такие. А я уже была, в общем-то, ну, человеком известным в компании, потому что я была уже сеньором, так же, как и Джонатан Диас. Мы вдвоем были на тот момент сеньоры, значит, лидером, да, русскоязычной команды. Ну, и такие мы скромненькие, так с Настей стоим. И вот он поворачивается, значит, здоровается с нами. В общем, не помню, по поводу объятий были или нет, но, в общем, так как-то мы поздоровались, да? А затем у нас было мероприятие, на котором как раз были награды. И вот он нас награждал, прицеплял, пристегивал, не знаю, как правильно сказать, нам значки. Вот. И вот, да, эти все фотографии у нас, конечно, есть. И было испанцев, человек, наверное, 40-50 на этом круизе. Они были просто клиентами. Ну, они как бы, понятно, что они заходили на партнерство, но они не работали. Они просто... Во, Майкл, мы тебя... Ну, Майкл, это не может произойти у меня на моем вебинаре. Вот. Всех все прошло гладко. Значит, у меня... Так, вот, и, значит, так, к чему я там это все говорила. Да, для награды была такая встреча, очень приятная была. Потом мы долго разговаривали, задавали кучу вопросов. Все те вопросы, которые вы задаете, там, о гарантии, а все-все-все вот это вот, все, что вас волнует, нас волновало точно так же. Тем более, представьте, у вас сколько уже доказательств того, что это работает. И у нас их просто, ну, было единственное, да, когда мы встретились на корабле, это было первое доказательство того, что круизный клуб работает. Майкл, ну, пожалуйста. Да, очень бы хотелось с тобой пообщаться. Всем нашим гостям. Нас больше тысячи, да. Вот, хорошо. Значит, что мы... Let's go. О, привет. Да. Привет, привет. Ура, ура. Привет. Как дела, как дела, Ольга? Привет. Хорошо, Майкл. Very good. Very good. Хорошо, хорошо, хорошо. Все будет хорошо. Грузы, хорошо. Я вам перевожу. Майкл, я проводила сейчас презентацию и первую часть презентации я уже ее провела и дошла как раз до того слайда, где ты и Франк. Казбек. Hello, sir. How are you? Fantastic. So, Ольга did a presentation and she finished with the first part and once she got to the slide about you and Франк, here you are. Да, и у нас сейчас присутствует... Ты перевел, да? Да, да. У нас сейчас присутствует много гостей, и, конечно, их очень интересует, и меня в первую очередь. Как же появилась у тебя эта идея? Когда, может быть, ты вспомнишь этот замечательный момент, когда у тебя возникло в голове, конечно же, сначала мысль приходит, вот это замечательная идея создания такого клуба. Может быть, он у тебя немножко другой был в голове. Расскажи, пожалуйста, вот об этом моменте. Okay, so, Ольга has many guests, many prospects on this call, and they would like to know how you came about in cruises. Maybe you can remember that exact day, that exact emotion that you had on that day? Sure, sure. Well, first of all, thank you to Ольга, thank you to our team, and thank you to our honored guests, thank you for your trust. Да, итак, Ольга, большое вам спасибо за организацию сегодняшнего вебинара. Спасибо вам, спасибо вашей команде, и спасибо всем гостям, которые присутствуют на сегодняшнем вебинаре. Go ahead, sir. So, I don't remember the exact moment, but I do remember what we were thinking. When we started the company back in 2015, we knew, Kaz, that to become a big, successful company, we had to have a narrow focus on solving a big problem, a big problem that most people face and struggle with every day. And so, the question that we asked is, what is a big problem that we can solve? And the problem is that most people, most people, especially those from CIS countries, can't afford to take their families on vacation. And most families borrow money to take their family on vacation, meaning they pay for their vacations on credit cards, or they take out loans. And so, this is the feeling that Frank and I had, and it made us angry, it made us frustrated, we were shocked, you know, as we looked around the world, and we wanted to do something about it. So, that's the message that I would like for you to kindly translate, is that we wanted to solve a big problem. And I'll explain a few more words. Да, итак, Майкл, к сожалению, не помнит именно тот день, именно те эмоции, которые он испытывал в тот день, когда ему пришла эта идея, но он хочет сказать, что когда они с Фанктом начинали брейнстормить эту самую идею в 2015 году, они понимали две вещи. Они понимали, что они должны сфокусироваться на каком-то определенном направлении, и оно должно решать проблему. И при изучении рынка они, конечно же, были шокированы тем, что именно круизы недоступны большинству людей на планете. То есть, например, в странах СНГ круизные путешествия для среднестатистической семьи недоступны, потому что для того, чтобы отправиться в путешествие, людям нужно взять кредит, либо очень долго копить на это путешествие. И поэтому они этим самым решили проблему многих людей. Ветра. Да. So, a big problem in our country, the big problem in the United States of America is that the average family is in debt of about $38,000. $38,000. And that's not money, Каз, to pay for a flat. That's not money to pay for a home. That's just for expenses. And the other thing that made us upset Мы знали, опять же, в Украине, что если они получили, если они получили экстрактную билю, экстрактную билю за $400, скажем, что в холодильнике, или что-то уничтожили с родителями, в моем стране, в Украине, в Украине, не получили билю за $400. Мы хотели сделать это для этого. Мы хотели сделать это для тех, чтобы платить их денег. Мы хотели сделать это безвестный, чтобы люди идут на билю за это время, и мы не смогли yummy ух campo, чтобы люди могли бы платить для них, 然後 они под Oreской, и эта элита, на эстетичный успех, of trying to pay for the vacation after they return and after they get home. I'll leave this with you. For me, it didn't make sense. It was like people speeding, getting a speeding ticket to go on a vacation. It just didn't make sense. It's like driving a car without stopping for gas. It just didn't make sense. And so I hope you understand where I'm coming from, is that we wanted to help people. We wanted to do something for the people in our country. And we also wanted to help people all over the world. Yes, sir. Thank you. Итак, Майкл приводит пример. Среднестатистический житель США имеет очень большие долги. По статистике, в среднем, американец имеет 48 тысяч долларов долг. То есть, тут не имеется в виду ипотека, либо какие-то другие крупные покупки. Это просто потребительские кредиты. И поэтому вот такие вот счета у людей, и, к сожалению, у многих людей по всему миру есть долги. И Майкл не хотел бы, чтобы люди отправлялись в путешествие именно в долг. На сегодняшний день люди не могут себе позволить получить даже просто какой-то штраф за превышение скорости. Потому что всегда человек должен планировать свои расходы. И получить счет за превышение скорости, либо получить какой-то незапланированный счет, это приводит к очень большому стрессу. И поэтому таким образом появилась такая вот бизнес-модель, когда человек может заранее копить на путешествие и отправляться в путешествие уже без какого-либо стресса, зная, что ему не нужно потом за это путешествие еще много-много месяцев расплачиваться. Ну да, я хочу сказать, что мы хотели сделать сделать для людей, что у нас есть для наших Kindern. Мы хотели сделать каких-либо для работы для строителей, что своим миром akanum ж deghaDE, я имею тащicon, и мы не думали, что это будет væ что-то, demandé в одном из нас стоит 1000 доллара, Before we asked anybody, you know, to, you know, pay membership dues, we became members. Frank and I were the first members. I'm a member. I'm not membership free. I pay my membership dues every month. My daughter's a member and my sons are members. My mom and dad are members. None of us are membership free. We don't have any special privileges. Frank's a member. His wife's a member. We wanted to do something that was good for our families, because we knew if it was good for our family, it would be good for other families. Да, и в первую очередь, конечно же, Майкл и Франк думали о своих семьях. То есть они думали, так, если это хорошо для нашей семьи, это должно быть хорошо и для других. Как вы знаете, у Франка трое детей, у Майкла четверо, и все они являются членами клуба InCruises. Майкл и Франк, они являются самыми первыми членами клуба, которые вступили в него. И вот уже в течение лет, и вот уже в течение лет Майкл и Франк откладывают ежемесячно по 100 долларов. То есть у них нет безоплатного членства, никаких особых привилегий нет ни для Майкла, ни для его членов, его семьи. Все дети Франка, все дети Майкла, все являются членами клуба, они так же, как и все мы, копят на путешествия. Даже родители, даже родители Майкла, которые находятся в преклонном возрасте, они так же являются членами клуба. Никаких особых привилегий, все копят, и поэтому Майкл в первую очередь, конечно же, хотел отправиться в путешествие с этими. И на следующий раз, я бы сказал, что Франк маленький, у него есть три маленькие девушки, летние семьи. Maybe они от подростковые childbirth, каз. Мой маякл планы, поэтому пять лет назад, в моем доме было до высокой ленинг, и я был очень трудным. И я был очень тяжелый, в моем жизни, как в моей жизни. Я, для того, чтобы я был дать 20-30 лет, очень focusсал на растение. Я посадил, чтобы они были учены. И тогда я смотрю, и в английском мы говорим, «Я мое с Немного Неста». Это просто «Его и я». Мы у нас нет дома. Мы у нас есть кот. И это всё. У нас все осталось, как у меня были. И, для меня, это очень тяжелый день, очень тяжелый день. И поэтому мы сняли эту идею, потому что Фрэнк всегда делал вещи с его семьей, и я хотел бы сделать возможность вернуться к моему роду. Я хотел бы сделать возможность с моими родителями, как часто, как можно было. И это то, что произошло, когда мы думали о воспринимательном идее. Да, и опять же, говоря о семье Майкла и Франка, у Франка маленькие дети, трое детей, трое мальчиков. Они еще не достигли семилетнего возраста, и поэтому Франк с ними очень много времени проводит. Но у Майкла дети уже взрослые, самый младший его сын только что закончил университет. И последние 20-30 лет Майкл был сфокусирован на воспитании своих детей. И вот как раз, когда пришло время, пришла вот эта идея им Крузоса, он, конечно же, в первую очередь подумал о том, что круизные путешествия помогут ему снова отправиться всей семьей в путешествие. И поэтому это был один из решающих моментов при создании компании в том числе. Окей. Окей. Ольга, вам слово. Спасибо. Да, Майкл, я помню ту базу, которая у нас была, и она состояла из 30 круизов. И в этой базе в основном были круизы преимущественно из Америки. Но так случилось, что очень много партнеров пришло именно из СНГ, Испания. А скажи, пожалуйста, думали ли вы с Франком, когда вы начинали этот бизнес, что вот так активно к вам подключатся русские партнеры из стран СНГ? Я предпочитал что-то так много партнеров из России, и ЦИС region. И, ну, и, ну! Вы, ну, мы, you know, партнер Франк, язык СПанцем, у нас с команды СПанцем, и, ну, я пытаюсь спирать СПанцем, я говорю, что я не гринь, я не гринь, я не гринь. Я, ну, мое хри... I live in New York? And the answer is no. It wasn't what we thought, because when you look at the cruise marketplace, CAS, the largest cruise marketplace in the world is the United States. 20% of Americans have been on a cruise, which means that 80% have not. And we just thought, wow, if we can just build our club and just do really well here in the U.S., that we would have a fantastic business. And then we discovered that, you know what, less than 2% of the rest of the world, less than 2% of the rest of the world have been on a cruise, and even a smaller percentage of the CIS countries. And they became our fastest growing team. And I'm so grateful. I'm so appreciative of Arena Ironets and Olga Ratachenko and our entire team, because they took us to a whole different level. And you maybe know my story. I met some colleagues from Kazakhstan in Moscow. Olga put on a fantastic event in Moscow. It was such a dream come true for me to visit Moscow for the first time. And I remember meeting Tamur and other leaders that came from Kazakhstan. And they said, Michael, would you please come to Kazakhstan? And I said, of course. I said, but I have one question. Where is Kazakhstan? Where do you live? Where is it? And so at any rate, yeah, I embarrassed myself, but I'll let you translate, Kaz. Yeah, I'll answer your question, Olga. No, Michael, of course, you don't focus on the S&P market. The deal is, in the United States 20%, it's a big indicator, 20% of the citizens were in cruise trips. It's a very popular way of travel. However, 80% of the citizens were in cruise trips, and it's a very big indicator. So it was the main focus of the company Incruzors in the beginning. We have an international team, Frank speaks on the English, on the Spanish. And Michael, of course, tries to learn Spanish. Он находится в Пуэрто-Рико, где в основном все разговаривают на испанском. Его там называют, или как он себя называет, белый человек, да, в Пуэрто-Рико. Но вот как раз-таки вот американский рынок, Северная и Южная Америка, это был основной рынок сбыта. Однако уже в процессе, в процессе пришло понимание, к Франку и к Майкл, пришло понимание, что если бы остальные, то только 2% были в круизных путешествиях. Если брать отдельно страны СНГ, то этот показатель еще меньше. И как раз-таки благодаря вам, лидерам Ольга Родниченко, Наталье Шевелло, Юлии Чистова, именно благодаря вам компания вышла на совсем другой уровень. Когда Майкл рассказывает историю, когда он впервые приехал в Москву на региональные мероприятия, и когда к нему стали подходить наши лидеры из других стран, непосредственно из Казахстана, и они начали приглашать его в Казахстан, и тогда Майкл даже не знал, он даже не знал, где это, у него был резонный вопрос, а где находится Казахстан, где все-таки это. Поэтому первоначально фокус был на Америке, но потом уже с истечения времени они поняли, что в странах СНГ очень большой рынок. Хорошо, спасибо. Майкл, расскажи, пожалуйста, о вашей судьбоносной встрече с Франком, да, то есть идея пришла к тебе, и ты нам рассказывал, хочу, чтобы гости это тоже услышали, что как в твоей, как в своей компании значение сыграл просто один простой звонок Франку, как это все вообще перевернуло, и расскажи, пожалуйста, вот об этом твоем намерении, да, позвонить, просто взять телефон и сделать звонок. Could you tell us the story, you know, Incudus is the company of destiny, and can you tell us that story when you called a friend, how that call changed your lives? Yeah. Well, the good news is Frank and I had an experience together. He ran a business that was a social networking business. It was trying to be Facebook for entrepreneurs. It was very successful in the beginning. He attracted about 3,000 people in a very short period of time. I introduced him to my friend. We have a company called Shark Tank. Shark Tank is where entrepreneurs make pitches to investors. The other side of an astronaut, and so I had a working relationship with Frank, and we knew each other, but then he went his way and my way. And then when I had this idea about the new business, Frank also... We always say that we were brought together by destiny, and we've been very blessed and very fortunate. Thank you. Да, thank you, sir. Значит, как это все произошло? Дело в том, что на тот момент, в 2015 году, Майкл и Франк, они уже были достаточно успешными бизнесменами. У них за плечами был уже огромный опыт. Как вы знаете, сам Майкл работал много лет с Тони Робинсон, у Франка был успешный проект. это была для предпринимателей. И вот как раз так получилось, что на тот момент и Майкл, и Франк, они искали новые идеи, новые идеи. У них было понимание рынка, они понимали, что рынку требуются новые идеи. И на тот момент у них был один общий знакомый, это инвестор, это один из участников передачи Shark Tank. Я думаю, что многие ее знают, эту передачу. Ее показывали в 10 сезонах, я не знаю, до сих пор показывают или нет. То есть, это там, где на передачу приходят предприниматели с разными идеями, и те инвесторы, которые хотят складываться в проект, они этот проект рассматривают. Это очень популярная передача. Вот этот самый знакомый, общий знакомый познакомил их, и до сих пор помню, как они встретились в пригороде Майами, в ресторане Houston's, они встретились, у них уже были какие-то наработки, и вот так получилось именно в тот момент, когда был необходим партнер, был необходим именно партнер с определенным опытом, судьба свела их вместе. Майкл, он же так... Один минутой, пожалуйста, извините, один минутой. Я всегда слышу эту фразу, все люди слышали мне сказать это, что мы looking for others, которые looking for нас. Мы looking for others, которые looking for others, that are looking for us. Мы looking for those that see what we see. Frank and I compared notes. I said, Frank, what was the biggest challenge in running NURS? And he said, oh, my gosh, I'm doing finance, operations, technology, that I'm a spokesperson, I'm doing training, I'm doing leadership development, I'm spending all my time, you know, doing everything for everyone. He said, what was the challenge you had? Because I started a finance business. I attempted to make a debit card I said, you know what I really had a hard time dealing with all the merchant processors, you know, the PayPals, the iPayouts, the PayQuickers, the Sabir Bank, you know, all those banking relationships. I said, it just drove me crazy. He said, oh, my gosh, he goes, let me take that on. You go do the leadership side of it. You go work all the marketing, let me handle the banks, let me handle the merchant processors, and this way we get to do what we really want to do. And so, again, a company of destiny, we were looking for somebody to help us. I was a solution for Frank and he was a solution for me. Do you understand what I shared, Cass? Yes, sir, thank you. Да, получилось так, и получилось так, что в тот момент, когда они встретились с Хьюстонс, они начали обсуждать разные идеи и делиться своим опытом, и получилось так, что Майкл задал Франку вопрос, все-таки что в твоей компании, та самая компания Ньюрс, которая социальная сеть для предпринимателей, Майкл спросил, что тебе не нравилось, чем тебе нравилось заниматься и не нравилось заниматься в этой компании, и Франк сказал, что я занимался в этой компании всем и финансами, и технологиями, и операционной деятельностью, и переговорами с банками, с финансовыми организациями, и так далее, и ему, конечно же, и он занимался маркетингом, то есть и БЭК, и ФРОНД офис, всем он этим занимался, и Майкл так же поделился своим опытом, где у него также была компания в сфере финансов, и Майкл так же занимался всем, однако они пришли в процессе переговора, разговора, они пришли к выводу, что Майкл любит заниматься вот как раз общением, маркетингом, вот этими лидерскими вещами, а ФРОНД, наоборот, любит заниматься бэк-офисом и операционной деятельностью, переговорами с финансовыми организациями, и так далее, и вот как раз что значит, да, судьба свела их вместе, когда они объединили все то, что они, все то, чем им нравится делать, получилась вот эта самая единая целая и одна компания. Хорошо, спасибо. Майкл, но слухов, конечно, входит много всяких разных, да, и вот один слух есть такой, что когда ты в первую компанию, то первым к кому-то обратился, к своим одноклассникам или к друзьям, и они тебе все сказали нет. Скажи, пожалуйста, это правда или нет? Так, конечно, есть, rumors around InCruzes и how you found it, и one of the rumors is this, when you first found, when you were first thinking about InCruzes, you talked to your friends, your classmates, and they, everybody told you that this is not a great idea. Is that true? Well, yeah, I mean, I called everybody, you know, I called everybody and just said, listen, I just want to tell you what I'm thinking about. I'm going to build the world's largest cruise membership club, and, you know, most people said, great, you know, good for you, I'm busy, I'm doing other things, you know, you know, other people just said, okay, great, you know, but it was Frank who said, you know, look, Hutch, anything that you're doing, I want to be a part of. I mean, that's what, those were his words. Anything that you're doing, I want to be a part of. And secondly, my family and I have been on 20, 25 cruises. We love to go on cruise vacations. And so his was, you know, the most energetic. Again, he was the most receptive. And again, maybe it was destiny that you were just looking for that person that again, that was looking for me and saw what I saw. And yeah, lots of people just said, okay, great, Michael, you've got lots of energy. I explained the idea to a former cruise line executive. and he said, Michael, the cruise lines will not work with you because they don't want to discount the property in public. And so your idea to discount cruises and to promote that publicly will never be accepted by the cruise line. You have to have a different idea, a different thought process. And so that's when we came back to him and said, how about this? How about we do it with a membership website? How about we don't promote the prices publicly, but we only make it available to members? And that's when this cruise line executive paused on the phone and he said, that's a good idea. And so your ideas aren't always going to be received by everybody. And the ideas that you have aren't always going to be good ones. But you have to spread the love. I say you have to talk to enough people. You have to, in English we say kiss enough frog. Значит, секундочку. На самом деле, на самом деле, Майкл когда я говорил в лоб он, конечно же, будет на самом с друзья и с коллегами и те, конечно, что это классная идея, давайте доставься и ты сам скажешь, когда ты не хотел принять в этом участие, это классная идея, но это так с франк франк оказался тем самым человеком, который сказал, что я готов принять участие в этой идее, я хочу принять участие в идее, где одним из основателей будешь именно ты, Майкл, увидел эту энергию, с которой он видел энтузиазм, который у Майкла, потому что Майкл и со своей семьей уже 25 круизов за это время, поэтому получилось так, что судьба свела Майкла с франком, то есть франк это был именно тот человек, которого Майкл искал и видимо суждено было судьбе, чтобы все остальные люди вот так вот именно сказали и прошли мимо, потому что именно это привело его к Майклу и был такой случай, когда Майкл во время в то время, когда он думал об этой идее, он конечно же консультировался с другими людьми и он консультировался с одним из менеджеров круизной компании и он ему сказал, что Майкл круизной компании у меня есть опыт, я знаю, что круизной компании никогда не пойдут на сотрудничество с вами, они никогда не предоставят вам такой дисконт, о котором говорил Майкл, но когда Майкл начал уже подробно объяснять, что это клуб основан на членстве и что мы не будем рекламировать конкретные цены, а вот все-таки нашими привилегиями смогут пользоваться только члены клуба, конечно же это идея ему это топ-менеджер компании в итоге понравилась, то есть Майкл говорит, что это конечно путь, который нужно пройти, как он сказал, нужно перецеловать много лягушек, чтобы найти письма хорошо, спасибо, Майкл, ты всегда с первого дня нам говорила такую фразу, что это ваша компания, я помню, мы были на первом круизе, когда я первый раз услышала от тебя, не только я, все остальные были в шоке этого интерфайма, безумно, что это было казано, значит, пожалуйста, как когда вот с этим тоже было в компании, как ты начинал все это, звонки у тебя были, как сказы у тебя были, у тебя появилась, а дальше вы сказали у меня есть которые будут в компании? Это ваша компания, и они были в в в в в в в Продолжение следует... Да, тут, конечно, никаких секретов нет, все очень просто, учитывая, что Майкл и Франк уже имели за спиной опыт в бизнесе, у них была довольно обширная сеть контактов, и тогда они вместе с Франком сели, они составили письмо, которое они отправят своим потенциальным клиентам, да, и у Майкла была большая база данных, потому что, как вы знаете, тогда он занимался тренингами, коучингом, он написал книги, то есть у него уже была большая база данных. Было, конечно же, в том числе много друзей и члены его семьи. У Франка была немножко другая ситуация, конечно, у него тоже была большая база данных, учитывая, что он до Инкруза сработал в другой сетевой компании, которая называется Примерика, то есть у него была вообще огромная база данных. Но учитывая, что в сетевом маркетинге есть свой этикет и нельзя переманивать клиентов из одной компании в другой, то Франк, конечно же, этой базой данных не пользовался. Поэтому они совместили базу данных Майкла, они совместили ту базу данных Франка, которая у него была, кроме той, которая касается предыдущей работы, и они просто отправили письма, да, письма этим людям и все. И остальное это уже, как говорится, история. То есть у них эти люди всегда делали все основываясь на своем опыте, потому что они не теоретики, у них большой опыт, большой опыт в бизнесе и обширная база контактов. И на авторитет, я так понимаю, да, люди откликнулись на эти письма, да, и пришли первые люди. Потому что мы же подписаны были под американской какой-то веточкой, вот Ирина рассказывала, что у нее выше три спонсора было, сейчас их, по-моему, нет уже. То есть на авторитет пришли. И, конечно, ты и Франк, да, потому что ты очень знаменит в Европе, и, конечно, много людей знали тебя лично, и они подписаны, потому что ты и Франк. Правильно. Майкл, да, скажи, пожалуйста, можешь ли ты гостям рассказать планы компании, да, может быть, приоткроешь завесу? То есть что, о чем вы сейчас с Франком, что вы сейчас обсуждаете, о чем вы сейчас думаете, каковы ваши планы на 5 лет, на 10, на 20, может быть, еще на больший срок? Можешь ли ты как бы чуть-чуть приоткрыть вот эту завесу? Возможно это или нет? Сэр, can you give us, can you tell us a few secrets about the company, maybe about future plans, maybe what you and Франк are talking about right now? Можешь ли ты, наверное, с вами на 10, 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 на 11, на 10, на 10. Ребята, уник plаны в сг� case. Верезает эритовик, что ты entregал ускор d'уворов class, но вы уг participating, и вы geldiете отпускаться вы смотрите по тебе у нас, вам еще вот отдельный крус. Вы решили, что вы получаете приорились правой meineрует mer는 кей Aaron Могу. И так, мы увеличили нашу отношение. Вы услышите об этом в следующем месяце в следующем месяце. Я желаю вам дать это с Ога, как секрет. Вы сможете регистрация recurring билингом с ТМТ и в Крузовом 15 дней. Вы не должны ждать до этого билинга. Вы сможете сделать это на первую очередь. Такое секрет. Я желаю вам дать это. И так, конечно же, Майкл и Франк постоянно что-то обсуждают. Они постоянно что-то планируют. И на много лет вперед строят долгосрочные планы. И чем занимались? Они последние три месяца как раз занимались самым. Вели переговоры с компанией. и, как вы знаете, было же с конечностью с компанией TrustMyTravel. Это как раз та компания, которая страхует наши члены платежей. И, как вы знаете, ранее нужно было ждать 30 дней после регистрации, прежде чем член клуба может застраховать, подписаться на рекуррентную систему платежей компании TrustMyTravel. Сейчас же этот срок был уменьшен вдвое. То есть через 15 дней после регистрации член клуба может зарегистрироваться, зарегистрировать свою карту и, соответственно, уже получить защиту TrustMyTravel при получении первого счета. Вот. Это очень важная новость. Это очень... Потому что TrustMyTravel дает членам нашего клуба в том случае, если вдруг... Ну, это, конечно, маловероятно, но если вдруг компания InCruises не сможет выполнить свои обязательства, то TrustMyTravel возместит всем членам клуба их членские платежи. Понятно? Хорошо. Спасибо. Я думаю, что это очень важно, потому что TrustMyTravel имеет отношения с этим. Почему они увеличили отношения с InCruises? Они увеличили отношения с InCruises, потому что у нас тут взяли это. Иολа – это не роскошь как мы Да, достигнута договоренность с компанией TrustMyTravel – это очень-очень важный момент, потому что TrustMyTravel – это довольно крупная компания на рынке. Она сотрудничает с таким банком, как Barclays Bank. И, конечно же, при рассмотрении такого расширения сотрудничества с компанией TrustMyTravel всегда компании оценивают. Они оценивают команду, то есть менеджмент компании, они оценивают бизнес-модель, они оценивают предыдущие результаты компании, они оценивают уровень разработки. И, конечно, наша эксплуатация – это сильный и лучший бизнес-модель. Все училось при рассмотрении этих возможностей, при расширении этих возможностей рассмотрел. И это в качестве нашей компании и есть расширение сотрудничества с компанией TrustMyTravel. Те, конечно, еще больше секрет! И Большой у нас эмоций, который вы заметите этого, и он. Большой вопрос. А он и бежит. И что можно говорить, это время с тыквой, мы подробнее нашим общение – мы очень-очень важны все, что с века, мы naprawdę народы вправдаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Также компания прислушивалась все это время. Я знаю, что партнеры, члены клуба очень давно просят компании уменьшить срок бронирования, и поэтому компания прислушивалась, и она как раз воспользовалась этим моментом, чтобы провести дополнительные переговоры с круизными компаниями. И, опять же, учитывая, что круизные компании являются нашими партнерами, наши независимые партнеры, то есть нужно было найти ощущение, которое будет в стороны. Также нужно иметь 100% предоплату заблаговременно, чтобы они знали, какое количество пассажиров отправится в путешествие, чтобы они, соответственно, могли закупиться едой и другими продуктами. И, опять же, был вопрос со стороны наших партнеров, чтобы бронировать круиз. Раньше... Раньше была достигнута договоренность, и теперь круизы будут бронировать за 3,60... А компания говорит сейчас, официально об этом мы сообщим завтра, в среду 1 июля. Ну, вот сейчас Майкл хочет с вами поделиться идеей, то есть бронировать круиз в ближайшие 3 месяца июля. Условия для этого, потому что Майкл не исключает, что в 2021 году круизы подорожают, потому что круизным компаниям, соответственно, надо на рынок и зарабатывать. Поэтому сейчас, в ближайшие 3 месяца, самое лучшее время бронировать круизы. Спасибо, Майкл. Летний секрет. Летний секрет. Извините. Последний секрет. Летний секрет. Летний секрет. Я не счастлив, что происходит с нашей командой, с Payoneer. Я не счастлив, что происходит с этим. Это не секрет. Фрэнк и я не счастливы. Я чувствую очень плохо для наших партнеров. Это не может быть. Это не будет. Это не будет. Это не будет. И так, Фрэнк и я сняли с Антони Баваро, что мы будем строить нашу own паимент процессор. Мы будем строить нашу. Это называется OceanWallet. Вы видите, что с Payoneer, что дает нам еще большее, чтобы строить это. Фрэнк и я. Я снялся вчера вчера. Мы вместе здесь в Пуэто-Рико. И мы говорили об этом. Мы говорили о приоритии. Мы добавили больше ресурсов. Я хочу сделать это быстрее. И так, опять же, нет секретов. Мы будем бороться с Payoneer. Мы будем бороться с PayQuicker. Мы будем бороться с iPayOut. Они наши партнеры. Но мы будем бороться с ним. Я думаю, что мы можем сделать лучшее. Да. И третий секрет, которым Майкл хочет сегодня поделиться. Сейчас, как вы знаете, компания Payoneer испытывает некоторые трудности. Поэтому на сегодняшний день этот вопрос уже разрешился. Однако это, конечно же, подтолкнуло Майкла и Франка. Не то чтобы эта идея была, но это дало им больше уверенности в том, что это нужно делать. Итак, компания сейчас работает над тем, чтобы запустить свою собственную платежную систему, которая будет называться Ocean Wallet. Потому что эта ситуация с Payoneer и с платежными системами, она нестабильная. И вот как показал опыт, вся эта история с Payoneer, конечно же, очень сильно расстроила Майкла и Франка. Ему очень жаль, что это получилось. В итоге эту проблему разрешили. Но, как я уже говорил, это дало им еще больше уверенности для того, чтобы создать свою платежную систему. И как раз вчера Майкл с Франком, они сейчас находятся вместе в Порте-Рико. И они прогуливались и как раз обсуждали эту самую идею. И сейчас эта идея, она имеет самый высокий приоритет. Поэтому скоро времени появится платежная система Ocean Wallet, которая будет конкурировать с тем же самым Payoneer, Payout, Payquicker, конкурировать с нашими партнерами. Да, вот это круто. В восторге все партнеры пишут. Вау, 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 круто, круто, круто. Очень крутая новость. Спасибо, Майкл. Я знаю, что у нас время ограничено. И я бы хотела тебе задать вопрос, который не могу не задать. Потому что все знают, что ты большой друг Тони Роббинса. Что ты с ним проработал 7 лет. Что ты помог к его бизнесу, становлению этого бизнеса. Скажи, пожалуйста, что-то о своей дружбе. О том, что ты взял у Тони Роббинса. Что тебе помогло дальше в своей жизни. То есть вот расскажи о своих взаимоотношениях и о той пользе, которую ты вынес благодаря работе с Тони Роббинсом. Я знаю, что ты busy. Я знаю, что ты живешь. Я знаю, что мы не имеем много времени. Но я знаю, что ты работаешь с Тони Роббинсом. И мы бы хотели узнать о вашей отношения с Тони Роббинсом. А то, что ты взялся с Тони Роббинсом. И прости, как вы смогли с Тони Роббинсом. Потом я работал с Тони Роббинсом. Все беды. Он летит лет родиться. Это очень близкоです. Я был счастливым с ним по 8 лет. И тогда я уехал, и когда я уехал, его бизнес, это было как уехал, как уехал, потому что вы работаете очень трудно. Я считаю, что Ольга была часть нашей семьи. Imagine, если Ольга уехала, я бы был очень рад, потому что уехал, как уехал. И я думаю, что это было, что я помогал Тони, и он помогал мне, и он помогал мне. Но мы keep up with each other. Я говорила, что он очень много, когда COVID-19 начался. Я хотел бы его перспективы. Я хотел бы его перспективы. И, вы знаете, Тони сначала начался в health. Многие люди не знают, но раньше он проводил лидер-шип events, пока чуть-чуть подчинекся, он помогал мне друг другу. Ви Ihacia на脱ogах 19urt kleinen партнеру. И вот еще я очень много виден. И иначе он помогал каждыйITEeni, который Hua на hören, в нам в Clinical Войне. И вот многие люди не знают, что он оченьussen. И, опять же, он делал семинар antes того, что он делал ничего не осталось. И, так же, мы просто держим друг друга, вы знаете, как наши семьи делают. Он у нас в Флориде. Я у нас в Флориде. Но это было все. Я познакомился и говорил, что он два или три раза, вы знаете, когда COVID-19 началось. И, так же, я просто хотел бы его перспективу. И, так же, он всегда был инспираем для меня. И, так же, я всегда хотел бы сказать, что я всегда хотел бы выбирать для того, чтобы создать более влияние, чем мы были вместе. И, может быть, это, как сибилия революция. 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 что мы и круизы помогли больше людей в первые 4-5 лет, чем я в 8 лет с Тони Робинсом. Вы понимаете? Да, да, да. На самом деле, конечно, Майкл, все вы знаете, что Майкл работал с Тони Робинсоном. Когда Майклу было 25 лет, он пришел на работу к Тони Робинсону, проработал там 8 лет, они близкие друзья. И, конечно же, какие у них отношения? Он 8 лет проработал в этой компании, и когда, конечно, он уходил, у него было такое ощущение, что он теряет часть своей семьи. Ему было грустно, но нужно было идти дальше. И, конечно же, это уже было много лет назад, и на тот момент Майклу было 25, а Тони Робинс его старше на 1 год. И поэтому, учитывая, что они примерно одного года, у них были очень близкие отношения. Вот. И последний раз вот Майкл с Тони Робинсоном началась вот эта пандемия коронавируса, и тогда они очень часто созванивались, потому что Майкл хотел узнать мнение о том, что многие этого не знают. На самом деле, Тони Робинс очень увлечен темой здоровья. До того, как он самостоятельно занимался коучингом, тренингами, он продвигал... Была такая пара, значит, Харви и... Харви и... Даймонд, Даймонд! Даймонд, да. Семья, которая как раз занималась темой здоровья, и читали лекции на техниках очень молодым, Тони Робинс... Их... 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 Поэтому он очень сильно... Тони Робинс... Тони Робинс всегда, конечно же, вдохновлял и до сих пор вдохновляет. Майкла. Но, однако, у них есть некое такое соперничество. Это, конечно же, соперничество в хорошем плане, такое дружеское соперничество, потому что у Майкл в чем-то их бизнесы похожи, потому что они оба помогают людям. И Майкл говорит, что за четыре... Он помог больше людям, чем за восемь лет работы. В компании Тони Робинс. Вот такое вот у них соперничество есть, да. Доброе соперничество. Хорошо. Спасибо, Майкл. Да. Мы сейчас с гостями продолжим презентацию. Вот. Очень рада, что гости сегодня с тобой познакомились, услышали из первых уст историю создания компании, познакомились, услышали, почувствовали тебя, да, твою энергетику. И я думаю, что те люди, которые наши люди, они обязательно с нами останутся и проночат с нами работу в компании Incruz. Спасибо тебе огромное. Спасибо, сэр. Спасибо, что пришли к нашему вебинару. Мы продолжим. Я рад, что наши партнеры, наши гости, наши просьбы были возможность встретиться с вами. Они были возможность встретиться с родственниками компании Incruz. Спасибо за вашу энергию. Спасибо за все, что вы делаете для нас. Спасибо. Хорошо. А хочешь ли ты что-то... Что-то, может быть, пару напутствий каких-то сказать, к чему-то они, может быть, прислушаться должны? А, would you like to say something to our guests? Maybe some wishes? Sure. Спасибо, спасибо большое. Спасибо всем. А нас ждет большое будущее. Нас ждет большое будущее. Спасибо, Майкл. Спасибо, сэр. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо. Всего доброго дня. Да, ребята, мы сейчас продолжим. Да, Казбек, я могу включить, да? Теперь презентацию, где она у нас есть. Да, конечно. А как? Опять загрузить ее? Нет, нет, если вы ее загрузили, она должна быть в... Нет, я не веду, но она здесь на плюсике ее нету. Тогда нужно открыть, да, по новой? Ну, попробуйте, да. А, нет, здесь нет, да, надо открыть по новой. Ага, сейчас. Представить. Ну, вот, друзья, да, у нас с вами так, а вот экранчик, ты как-то свой можешь убрать? Отлично. Сейчас я... Скажите, как вам встреча с нашим президентом, уже уважаемые гости? Поставьте десяточку, кому понравилось. Как говорит Эрик Воры, от одного до десяти, да? Ну, я думаю, что вам крупно повезло, потому что далеко не каждый день. И вообще-то впервые... Я вам хочу... Впервые... Майкл приглашен, вот... Не приглашен, а принял участие и сам предложил. Вот что самое интересное, да? Мы даже и не мечтали об этом, чтобы его пригласить. Вот он сам предложил, и вот смотрите, какой у нас получился эфир с вами. Сейчас я уберу вот это щелканье. Значит так, да, мы с вами остановились на вот этих лидерских рангах, которые я распечатала перед собой. И, конечно же, мечтала стать маркетинг-директором и, значит, зарабатывать 500 долларов. Сейчас я вам скажу, тогда, конечно, этого не было, а сейчас вам покажу тот бонус, который вы можете иметь, уважаемые гости, если вы станете маркетинг-директором за три месяца. То есть чуть-чуть раньше вам придется стать, но зато и денег вы получите не 500 долларов в месяц, а 1000 долларов в месяц на протяжении трех месяцев. Сейчас это называется выстрелить 3000 долларов. И вот если вы станете маркетинг-директором, причем у вас будут не просто члены клуба, а у вас будет именно 30 членов и партнеров, да, вот такое вот у нас, такое у нас предложение для новичков. Это очень круто, да, всегда во всех компаниях практически бывает какое-то такое очень интересное предложение для новичков. Вот, поэтому вот мы вам тоже такое предложение делаем. Будете получать как сеньоры маркетинг-директора по 1000 долларов каждый месяц, три месяца подряд. А что еще в этой таблице интересно? Я, конечно, не могу точную вам статистику дать по поводу региональных, но я знаю, что это уже сотни, по поводу национальных, которые зарабатывают от 5000 долларов и выше, по поводу интернациональных от 10000 долларов. Их в самом начале, да, у нас 12 гордиректоров. Каким образом вы оплату получаете? Ну, вот вы сейчас слышали тайну, которая меня просто вообще поразила, вот, насколько компания мощно наша стоит на ногах, насколько действительно думает о безопасности, о вашей безопасности. И платежи ваши застраховала через Trust My Travel. У нас этого не было. Когда мы начинали, это вот буквально появилось месяцев 8 назад. Всего такая возможность. Мы работали без этого. Мы просто для нас страховкой являлся сам Майкл, его семья, сам Франк и его дети. То есть мы верили просто этим людям, поэтому мы с ними работали. Вот. Но, тем не менее, да, сейчас вывод происходит через гипервалюты и квикер и инкрузис кошелек. Что еще я бы хотела вам сказать сейчас, да? Хотела бы вам рассказать о пяти причинах, почему вам все-таки стоит присоединиться. Да, то, что они задумывались о платежной системе. Два-три дня, да, вот, значит, одной из платежных систем. Вот. Но, слава богу, все вернулось, и поэтому они правильное решение приняли, что действительно нужно как-то, да, защищать свой бизнес от разных всяких вещей, которыми они не владеют, да? То есть если ты владеешь ситуацией, то ты, конечно, можешь что-то в этой ситуации исправить. А если ты бессилен, то ты, конечно, не можешь ею управлять. Итак, это признанная индустрия. Вы уже это поняли. Больше 50 новых кораблей живут за ближайшие 10 лет. Еще раз давайте подытожим, что компания открылась в 2015 году. В 170 или 180 странах на 16 языков или больше уже переведено, да? И действительно мы стали первыми в этой индустрии. Вот знаете, помните известные компании, которые занимаются добавками, да? И вот они были первыми, которые раскрутили БАДы, да, биологически активные добавки до этого. Об этом никто не знал, но вот именно сетевые компании приходят и раскручивают какое-то направление. Вот мы, значит, способствовали тому, что мы действительно раскрутили на рынке СНГ вот это направление. Если люди даже не покупают через наше членство, да, круизы не приобретают сами, то в любом случае они идут в туристические агентства. Их оборот тоже повысился благодаря нам, хотя они немножечко нас недолюбливают. Ну, понятно, когда появились такие мощные конкуренты, в общем-то, поэтому, естественно, но недооценивают, да, насколько мы действительно смогли вот эту индустрию в глазах людей поднять, раскрыть ее и объяснить людям, что это для вас, друзья, не надо этого бояться. Вот. Конечно, наши клиенты все экономят деньги. По предыдущему слайду я вам показывала. Еще раз вам покажу. Наши звезд. Это было 12... Сколько здесь? Правильно? Нет, так, посчитайте. Раз, два, три, четыре, пять. А так, что-то у меня не та, значит, презентация открылась. У меня была, знаете, другая презентация. Презентация. Значит, проверенная концепция. Давайте посмотрим, да, почему именно проверенной, почему необходимо присоединиться все-таки к конкурозе. Почему именно сейчас? Знаете, когда мне очень понравилось такое высказывание, когда люди говорят, ну, ты знаешь, но сейчас же корабли не плавают, вот они поплывут уже с 1 августа, уже совсем скоро, да, ну, неважно. Ну, сейчас же корабли не ходят, сейчас же самолеты не летают, а какие круизы, о чем ты говоришь? То можно просто задать вопрос, скажи, пожалуйста, если бы сейчас самолеты летали, корабли, значит, ходили по морю, то ты бы сейчас уже завтра бы поехал в круиз? Ну, нет, конечно. Ну, собственно говоря, как раз у вас есть время для того, чтобы накопить, потому что вы будете откладывать всего по 100 долларов ежемесячно, получать по 200 круизных, вот такой подарок наша компания делает всем членам. Это только вопросы, где мы берем деньги, у нас все хорошо, вот, на этом можно целую лекцию прочитать, и вы спросите это у наставников, да, у наставников. Именно за счет членства, да, за счет большого оборота, ну, и много за счет чего. Вот, компания, конечно, находит возможность, она не сразу отдает вам, только на это. В пятый год вы получаете, да, у вас 60%, 70%, 80%, 90% и 100%, а уже потом, к пятому году. У меня должна, конечно, стать партнером клуба, я думаю, что работать в компании, где такой руководитель, где такие руководители, я бы сказала, как Майкл Франк, для меня лично было большой честью, и если бы они принимали на работу, то я думаю, что они бы далеко не всех на работу, из тех людей, которые сейчас имеют возможность подключиться к нашему клубу. Поэтому используйте эту возможность, возможность сетевого бизнеса, где нет запрета прийти и сотрудничать с какой-то компанией. Конечно, на работу вы не приходите, но партнерство, да, сотрудничество – это то, что компания вам предоставляет. И это всего за 195 долларов первый год и 95, начиная со второго года. Согласитесь, это просто смешные сценки.